МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, кстати, сегодня во время нашего прямого эфира вы можете позвонить к нам сюда в студию по номеру телефона в городе Оренбурге 434507 и поздравить своих близких и родных с наступающим Новым Годом. Ну, давайте вернемся к тому году, которому уже подходит к завершению. Еще раз скажу, что год был непростым, было много хорошего, было много плохого. Каким будет следующий год 2016, остается только гадать, но я думаю, что с сегодняшними гостями мы немножко сделаем на таких прогнозах. Вообще неправильно абсолютно, неправильно ничего говоришь. Уважаемые телезрители, хочу представить Анну Жураковскую, шеф-редактор сайта АИФ в Оренбурге. Аня, в чем неправильность? Вообще неправильно. Какие-то сложности, какой-то год был тяжелый, о чем ты вообще говоришь? Смотри, ты красивая. Ты тоже. Спасибо большое. На самом деле, самое главное, за неделю до Нового Года понять, в чем ты будешь встречать Новый Год. Аня, на самом деле, я с тобой здесь соглашусь, и я думаю, что нашим телезрительницам сегодня эта информация будет сейчас как нельзя кстати. Поделись своими секретами. Ну, здесь есть два момента. Первый момент – это год огненной обезьяны, и якобы люди-поклонники гороскопа восточного говорят о том, что нужно встречать в языках пламени. Ну, давайте теперь подумаем. Языки пламени – это красный, оранжевый, желтый, золотой, синий, коралловый, зеленый, коралловый. Коралловый. Ну, это такое пламя, не сказать, чтобы тлеющее, скажем так. Ну, знаешь, я бы, наверное, не советовала в оранжевом, все-таки как-то связано с оранжевой революцией, как бы не очень хотелось, я думаю, красный. На самом деле, понимаешь, в чем дело? Я была на нескольких корпоративах совершенно случайно, и несколько фотографий видела. Все в красном. Дорогие девушки, это катастрофа. Ну, мне кажется, красный цвет очень красит женщину. Как он красит? Ну, когда среди 20 женщин из них 10 в красном, это смущает мужскую половину, я могу тебе сказать. Но есть еще второй момент. Второй момент – это люди, которые, ну, не поклонники, например, как я, восточного гороскопа. Поэтому главный принцип первое – вам должно быть удобно. То есть на 15-сантиметровой шпильке это очень красиво. Но всю новогоднюю ночь вряд ли вы сможете простоять на этом. Тем более протанцевать, тем более, если у вас какой-то активный Новый год с играми, сказками, песнями, плясками и так далее. Ну, я думаю, ничего страшного, если наши телезрители оденут джинсы, рубашку и будут так встречать Новый год. То есть тоже же можно связаться с джунглями, с обезьянами. Совершенно верно. Снова вспомню обезьяну. Но она же девушка демократичная, и она девушка такая яркая. Поэтому, в принципе, она простит вам джинсы и футболку. И более того, она будет рада цветам тропическим, тропических птиц, тропических растений, цветов, всего чего угодно. Еще один момент. Слушай, люди же еще встречают Новый год иногда на улице, да? Давай дадим слово телезрителям, потому что у нас поступил звонок. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, и ваше поздравление. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Комарова Надежда Михайловна. Мы от своей семьи поздравляем ваш канал с наступающим Новым годом. И, конечно, нам очень хочется поздравить Яковлева Виктора. Он сотрудник вашего канала. Вот поздравляем его и всю его семью с наступающим праздником. С Новым годом. Вас тоже, тоже вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Аня, а чем для тебя лично запомнился этот год? Потому что с гардеробом мы уже разобрались. Вот лично для тебя. Ну, вот ты меня сейчас возвращаешь к тому, с чего ты начинала. Год был разным. Год был разным. И год был, знаешь, на самом деле оценочным и проверочным во многом. Вот для меня, наверное, 2015 год во многом был годом проверок отношений, друзей, системы, кстати, почему бы нет страны. И, исходя из того, что это прежде всего для меня был год муниципальных выборов, к сожалению, он был очень политическим. К сожалению, следующий год будет тоже очень политическим. К сожалению, потому что это не очень радостный момент. Но, к счастью, наверное, для политтехнологов, политиков и так далее. Ну, исходя из твоих прогнозов и исходя из твоих итогов, очень важно все-таки в новогоднюю ночь выглядеть красиво и красочно, потому что, чтобы добавить таких ярких красок, чтобы новогодняя ночь была таким, знаешь, таким светочем на протяжении всего года. Абсолютно согласна. И самое главное еще не в этом. Самое главное еще в том, что погода нас не очень радует, и вообще как-то все серо, нет белого снега, поэтому вот здесь яркие краски, наверное, пригодятся больше всего. Но самое главное не в этом. Самое главное у вас должно быть яркое, радостное настроение. Вот в этом все равно волшебный праздник. Все равно даже самые взрослые люди верят в то, что вдруг это чудо случится, новогоднее чудо. Загадайте желание, неважно, что вы загадаете. Вот в новогоднюю ночь надо загадывать самые безбашенные какие-то моменты, строить безбашенные планы, а вдруг что-нибудь такое случится. Ну, знаете, бывает голубая мечта, ну вот пусть это будет новогодняя голубая мечта. Ну, я поддержу тебя и скажу, что на самом деле все желания, которые загадываются в новогоднюю ночь, они все сбываются, проверено. Ну, хочу добавить, про гардероб мы уже с тобой проговорили, это отлично выглядит, что еще раз повторю. Но все-таки важно в новогоднюю ночь не только красиво выглядеть, но и еще правильный новогодний стол. Вот сейчас с нами на прямой линии специальный корреспондент Алексей Маринин. Алексей, здравствуй, расскажи, какие секреты новогоднего стола и чего вы посоветуете приготовить? Добрый вечер, Елена, добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня наш шеф-повар Александр приготовит для вас салат оливье, сатэ из говяжьей печени и тунец жутной корочки. Каждая хозяйка знает, что классические оливье готовят из каких ингредиентов, но есть небольшая особенность, которую мы хотим вам представить. Это утиная грудка, которая будет сегодня добавлена. Я выкладываю оливье через формочку, чтобы подать красиво нашему дорогому гостю. Вот даже сейчас уже видите, как выглядит необычно. Это будет очень красиво и очень интересно для новогоднего стола, где каждая хозяйка может это спокойно приготовить на своей кухне. Украшение блюд тоже продается в любом магазине. Это рукола, салат радиччо, распространенные салаты и просто обычный плед тонко нарезанный и запеченный. Сейчас у нас идет приготовление говяжьей печени, которая будет подаваться в картошином пюре. Сейчас это будет все красиво выкладывать в тарелку и соусом деми-бас, который тоже также приготовлен нашим шеф-поваром. Элементарно готовится в домашних условиях и абсолютно несложно будет изготовить. Салатэ – это способ приготовления. Это быстрая обжарка на раскаленных сковородях. Все, мы обжарили, сейчас печень доходит. И пока печень доходит, мы выложим картошинное пюре. В картошинное пюре можно добавить сыр маскарпоне, чтобы придать ему нежный сливочный вкус. Немного чеснока и зелени. Как вы видите, это очень доступно любой хозяйке, на любой домашней кухне, в любых таких просто элементарных условиях. Это просто самое замечательное импортозамещение. Третье блюдо, которое мы рекомендуем для наших хозяек – это тунец в кунжутной корочке. Дело тоже готовится очень элементарно, и я рекомендую всем его к новогоднему столу. Тунец готовится элементарно, он обваливается в кунжуте и готовится на скородье в течение 3-4 минут. Все зависит от прожарки. Самое главное в новогоднюю ночь – не передать 31 декабря и не доедать то, что осталось 31 декабря. С Новым Годом, дорогие друзья! Елена! Спасибо, Алексей! На самом деле, такие незамысловатые, с одной стороны, блюда, но, с другой стороны, некоторые из них, так скажем, нельзя их назвать экономными, но главное – все приготовлено с душой, и это очень приятно. Мы продолжаем наш телевизионный эфир, и хочу представить нашего следующего гостя – Александра Анатольевича Шмарина. Здравствуйте! Очень приятно вас видеть в нашей студии. А в вашей семье какие традиции по новогоднему столу? Ну, традиция у нас такая, что я всегда готовлю на Новый Год гуся с яблоками. То есть это вот такой традиционный, и никому этого не доверяют. То есть весь стол накрывает, в принципе, жена, а вот гуся в яблоках – это делаю я. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте! Слушаем вас! Представьтесь и ваше поздравление. Алло! Слушаем вас! Алло! Да-да-да, слушаем вас! Вы меня слышите? Да, вас! Добрый день! Добрый вечер! Ой, добрый вечер! Я звоню вам с Адамовского района, поселок Шильда. Очень приятно! Наша семья с удовольствием смотрит вещания вашего канала. В этом году мы желаем, чтобы успехов вам в работе, благополучия в ваших семьях, чтобы у вас все сложилось очень хорошо. Большое вам спасибо! Спасибо вам большое, и вам тоже в наступающем Новом Году всего самого лучшего. Александр Анатольевич, помимо того, что вы депутат Оренбургского городского совета, вы еще руководитель крупной транспортной компании. Расскажите, как в новогоднюю ночь будет работать пассажирский транспорт? Будет ли он работать? Обязательно будет. Мы не оставим своих пассажиров без транспорта в новогоднюю ночь. И было принято решение, что на наших маршрутах, на всех так будет раз в час по каждому маршруту будет курсировать автобус. Так как пересекаются маршруты, то каждые 30 минут можно вполне будет куда-то уехать. Но, с другой стороны, новогодняя ночь, никто никуда не торопится, и это повод как раз на остановке, ну, все-таки пожелать друг другу Нового Года, а не что-то другого. Знаете, лично для вас чем запомнился этот год? Что было больше, хорошего или плохого? Ну, он был достаточно тяжелым годом, нелегким, будем так говорить, но было и очень хороших моментов и таких добрых дней. Запомнился, наверное, если говорить о транспорте, это выходом 220-го федерального закона, который внес правила в пассажирский транспорт, которого не было на протяжении всей истории России. Вот, наверное, это такой вот знаменательный для... Коротко, для телезрителей можно? В чем суть этого закона? Суть в том, что он регламентирует правила вообще пассажирских перевозок в России. То есть вы за этот закон? Конечно. Ну, был у нас еще и Платон, вернее, еще и есть, и остается, но это тема, которую будут обсуждать, наверное, в следующем году, хотя сегодня Путин рекомендовал отменить транспортный налог, но это уже наши парламентарии принимают в новом году. Знаете, вот вопрос еще такой, помимо транспортной компании, у вас очень грандиозные проекты, это мусороперерабатывающий завод, вопрос вот мучает мужчин, мне кажется, каждый Новый год. Так когда мусор надо выносить? 31 декабря или 1 января? Как правильнее? Как накопиться, так и выносить. Какие ожидания от Нового года? Ну, как всегда, наверное, ждешь от Нового года, что он будет, ну, хотя бы лучше, чем прежние года, и ждешь, как в детстве, может быть, остается вот это какое-то волшебство, которое ты ждешь, и думаешь, что все будет лучше и все будет хорошо. Все будет хорошо. У нас, Анатолия, буквально, мне подсказывает наш режиссер, 30 секунд, как с нами готов выйти Дед Мороз на прямую линию. Небольшое поздравление от вас, нашим телезрителям. Всех оренбуржцев поздравляю с наступающим Новым годом. Хочу пожелать счастья, здоровья, и чтобы 2016 год стал лучше, чем был 2015. Спасибо вам большое. Но на самом деле с нами готов выйти сейчас на прямую линию Дед Мороз, потому что мы видим сами, какая погода происходит. И вот, как сообщают режиссеры и корреспонденты, что Дед Мороз уже в Оренбурге, он уже прибыл. И вот, Дед Мороз, здравствуй, расскажи, с каким настроением ты, во-первых, приехал к нам в Оренбургскую область и как добирался? Здравствуй, Леночка, здравствуй, внученька, здравствуйте, дорогие телезрители телеканала ОРТ Планета. Настроение замечательное, скоро же Новый год. И приехал я к вам, да, ехал долго, пока ехал. Зима накуролесила, непонятно чего. Будем исправлять, Новый год обязательно состоится. А какой Новый год без елки, которую надо зажечь? Ну, у меня нет такой возможности, зато есть у меня хороший друг, главный по энергетике всей Оренбургской области. Здравствуйте, Виктор Федорович. Здравствуйте, уважаемый Дедушка Мороз. Скажите, Виктор Федорович, как будем зажигать нашу елочку? Когда все это будет? Главную елку на планете мы будем зажигать сегодня. Это хорошо, но это же не одна, не единственная елка в Оренбургской области. Надо передать эстафету другим? Обязательно. После того, как наша главная елка на планете будет зажжена, эстафета будет передана всем елкам в Оренбургской области. И мы приглашаем жителей Оренбурга, наш энергогородок, на открытие елки и зажжение елки 26 декабря в 18 часов для получения хорошего заряда бодрости и настроения. И тебя, Дед Мороз, приглашаем. О, конечно, друзья, приходите. 26 декабря в 6 вечера сквер возле ДК Молодежный. Зажжем! Ну что, Дедушка Мороз, зажжем елку? Конечно! Раз, два, три! Елочка, гори! Уважаемые земляки, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год мы встречаем со светлыми чувствами. Мы оцениваем свои успехи и достижения. И надеемся, что следующий год будет удачливее и счастливее. Я желаю всем здоровья, мира, улыбок, благополучия и хорошего настроения. С Новым годом! Спасибо вам, Виктор Федорович! Спасибо вам огромное, дорогой! Леночка, мы продолжаем веселиться и зажигать елки! Спасибо, Дедушка Мороз! Очень приятно тебя видеть в нашей области. На самом деле, своим приходом, я надеюсь, что Небесная канцелярия возьмет себя в руки и все-таки наведет порядок с погодой, потому что, ну, не дело недели до Нового года, а у нас то дождь, то снег. Я хочу сейчас принять телефонный звонок. Здравствуйте! Слушаем вас! Представьтесь! И ваш вопрос, пожалуйста! Алло! Слушаем вас! Алло! Да-да-да, представьтесь и ваши поздравления! Да, вот меня зовут Наталья, я с города Оренбурга. Я бы хотела поздравить всех граждан, жителей Оренбурга и Оренбургской области с наступающим Новым годом! Желаю вам и всем остальным здоровья, счастья и удачи в Новом году! Надеюсь, этот год будет год огненной одезьяны лучше, чем был предыдущий! И хочу передать привет всем своим друзьям, знакомым, подруге Мищенко Наталье Юрьевне, которая проживает в Нижнепаловке. Здоровья ей тоже, удачи в личной жизни, любви, всего согласия и своему любимому человеку, Макару Сергею Вячеславовичу! Спасибо вам большое, вас тоже с наступающим Новым годом и всего самого лучшего! Ну, я хочу представить нашего следующего гостя, у нас в гостях Салим Башович Челаян, главный врач детской городской клинической больницы города Оренбурга и еще председатель комитета по здравоохранению законодательного собрания. Салим Башович, ну, смотрите, с тем, что одеть на Новый год мы разобрались, как приготовить новогодний стол, тоже разобрались, разобрались даже с тем, когда нужно выносить мусор, так все же, как сохранить здоровье в новогодние праздники? Потому что русские люди в новогодние праздники наедаются на год вперед. Нужно этого делать или нет? Не, ну, естественно, Новый год – это праздник, и ограничивать себя во всем нельзя, надо просто все делать умеренно. Я вот начнусь с ребятишек, если на столе все, особенно сладости много, конфет, да, надо все же, если ребенку нельзя это есть, какая-то аллергия, надо родителям как-то вот сглаживать этот момент. Ну, а взрослым нельзя употреблять спиртного, жирного. По поводу как раз сохранения здоровья. Все-таки мы болеем не по расписанию, и в новогодние праздники будут ли работать больницы, будет ли оказываться медицинская помощь? Вот у врачей бывают выходные или нет? Вы знаете, к сожалению, у докторов праздников нет, они работают круглосуточно, и болезнь не может отдыхать. Мы же не можем сказать, что не болеют 4 дня, а вот 5-го надо заболеть. Да, естественно, все лечебные учреждения работают в круглосуточном режиме, работают скорая помощь, вот конкретно наша больница, мы приняли решение, что все 10 дней будем работать. То есть все поликлиники нашего объединения, они работают с утра и до обеда, работает неотложка, на Комсомольской 200 у нас будет ургентная служба, где будут узкие специалисты, лаборатория работать, рентген и так далее. То есть мы готовы, не дай бог, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было меньше пациентов, чтобы мы были вообще без работы, но на всякий случай мы готовы. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас и ваше поздравление. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я хотела бы поздравить всех жителей города Орельбурга и всю свою жизнь с наступающим Новым годом и с наступающими новогодними праздниками. Всем пожелать удачи, счастья и добра. Спасибо вам большое, вам тоже счастья, удачи и добра. Ну, мы продолжаем. Станин Башевич, вот лично для вас, чем запомнился этот год? Он был для вас больше тоже, было больше хорошего или больше плохого? Ну, вы знаете, говорить, что было плохо, не хотелось бы, конечно, было хорошее. Это уже было. Да, было, как говорил наш президент, черно-белая, да, полоса. Было, конечно, много хорошего. И я надеюсь, что в 2016 году будет два раза больше, может, даже и в 3. Но этот год у нас был такой маленький юбилейный, 20 лет, как была создана наша больница. Мы отмечали этот праздник, постарались, как говорится, максимум внимания уделить своим сотрудникам. И в день медработника мы объединили праздник медработника и 20-летие все вместе. Поздравлял нас Леонид Михайлович, нас поздравлял Леонид Михайлович Рашаль по скайпу. Он был как раз в Казани вместе с бывшим президентом Шамиевым. То есть это год, хороший праздник он нам устроил. А чем знаменательный этот год для области? Что интересного, хорошего было сделано в здравоохранении? Потому что, ну, как-то в последнее время очень много нареканий бывает, но в то же время очень много и положительной информации. Вы знаете, сегодня у нас было законодательное собрание, и, в принципе, об этом тоже говорилось. Люди, которые занимаются политикой, им надо о чем-то говорить. Вот здравоохранение – это та область, где надо много вопросов задавать и говорить, что все плохо, плохо. Вы знаете, вот то, что делаете сегодня в здравоохранении, я работаю уже много лет врачом, главным врачом, столько средств выделено на здравоохранение, не было никогда. Начиная с модернизации, это деньги федеральные, но и в области сделано очень-очень много. Вот тот корпус Пироговской больницы, который построен, он построен именно на областные деньги. И то оборудование, то оснащение, которое там сделано, конечно, это большой праздник для нас всех, когда работают сосудистые центры в Пироговской больнице. Это сосудистый центр в областной больнице. Сегодня строится сосудистый центр в Ворске. Онкологический диспансер. Онкологический диспансер. Римбурга ремонтируется, оснащается. Последнее, вы говорите, новейшее оборудование в Ворске. Это, конечно, для нас, для медиков, это праздник. Сегодня, я, насколько знаю, мы разговаривали с министром, она сказала о том, что вышли на конкурс 20 фапов быстро возводимых. Мы пионеры в этом вопросе. Да, мы пионеры. Мы не только в этом пионеры, мы в мобильных фапах пионеры. Мы сегодня по процентам отношений, по сокращению фапов на селах, мы, говорится, самый низкий процент у нас. По койкам, если сказать, что надо сокращать, войти в норму, все равно правительство содержит лишние койки. Тоже надо говорить. То есть для здравоохранения делается много очень. Я благодарен правительству Оренбургской области, лично губернатору. И хотелось тоже поздравить с Новым годом. Вот, кстати, поздравления. Ну, вот, начинать надо поздравлять, наверное, с президента. Мы очень рады все и горды, что у нас такой президент, такой губернатор, правительство. Мы все вместе взятые делаем все для того, чтобы наши дети были счастливыми. Согласитесь, для нас главное – это дети. Вот я как детский врач хочу сказать. Желаю здоровья нашим детям. Дети наши будут здоровы, у нас будет настроение. Если у нас будет настроение хорошее, мы встретим нормально Новый год. Я вот как раз первого числа дежурю. Если вдруг кому-то будет грустно, можете звонить, приезжать. Я готов помочь. Спасибо вам большое, Салим Башевич. Ну, вот мне наш режиссер сообщает, что новогодняя удача тоже уже в Оренбургской области. И наш специальный корреспондент готов ее представить. С нами на прямой линии сейчас Алла Яковлевна Строилова. Алла Яковлевна, расскажите, правда ли новогодняя удача уже здесь, в нашем регионе. И останется ли она в 2016 году, да и в 2017 году с нами? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие телезрители. Да, действительно, удача уже прилетела. Сегодня у нас была премьера нашего новогоднего спектакля. И мы видели много улыбок, восторженных глаз, много счастья, потому что в зале были дети. Я хочу поздравить всех телезрителей с новым наступающим годом, пожелать всем счастья, здоровья. Ну и, конечно, чтобы к вам почаще прилетала удача. Спасибо, Алла Яковлевна. Я надеюсь, что новогодняя... Я уверена, что новогодняя удача останется с нами на весь год. Я сейчас хочу пообщаться с телезрителем. Здравствуйте, ваши поздравления в эфире. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Моя фамилия Орлова Светлана, я из Илека. Хотела поздравить своих деток с Новым годом. Виктора с Настей и Диану с Максимовым. Пожелать им всего хорошего, всех благ в жизни. Спасибо вам большое. Вас тоже с наступающим Новым годом. Но я хочу сюда, к елочке, пригласить следующего нашего гостя, заместителя председателя законодательного собрания Игоря Николаевича Сухарев. Вот прошу к нам сюда, к елочке. Да вы с подарками. То есть не с пустыми руками, а под елочку. Ну, можете положить наш подарок. Я вам вручу. Хорошо. В конце. Игорь Николаевич, на самом деле новогодняя удача, с которой мы уже познакомились, я думаю, что в этом году она достаточно на муниципальных выборах многим помогла. И на следующий год будет служить большую службу тоже некоторым кандидатам. Согласитесь, правда? Так это или нет? Ну, мы сейчас с вами затронем тему, конечно же, не новогоднюю. Но еще есть несколько дней, поэтому можно говорить и о политике, наверное, сегодняшний вечер. Тем более, что сегодня состоялось последнее законодательное собрание в этом году. Действительно, год был удачным. Удачным, в принципе, и для Оренбургской области. Нам удалось провести большую муниципальную кампанию. Всем нам, всем партиям, всем органам власти и, соответственно, избирателям. Мы избрали представителей во все муниципальные образования. И, соответственно, выбрали глав по новой системе. То есть мы меняли законы по новой системе. Сегодня избраны главы во всех муниципальных образованиях. Буквально вчера последнее муниципальное образование. Это Абдулинский городской округ. Мы избрали там главу. Поэтому кампания была сложная, непростая. Но все получилось. Но удача была с вами? Удача была со всеми нами. Не только с тем общественно-политическим движением, которое я представляю. Она была со всеми нами. То есть многие избиратели откликнулись, пришли на избирательные участки. Сделали свой выбор. Сегодня есть муниципальная власть, которая, я думаю, несмотря на кризис, продолжит ту работу, которая была начата депутатами и главами предыдущего срока. И, соответственно, я думаю, все в нашей жизни получится. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь и ваши поздравления. Здравствуйте, Елена. С вами говорит Сазоновна Надежда Ивановна. Из Торочинского района, села Гомолеевка. Разрешите, пожалуйста, через вашу программу поздравить моих сыновей, которые проживают в Оренбурге. Станислава, Эдуарда и Виталия. С Новым годом! Пожелайте им здоровья, пожелайте им и их семьям, внучкам, внукам здоровья, счастья и благополучия. Спасибо вам. Ну и скажите своим сыновьям, что завтра они могут посмотреть повтор программы на нашем сайте media56.ru, потому что не каждый день мама при помощи областного телеканала поздравляет своих сыновей. Игорь Николаевич, ну вот лично для вас, чем запомнился этот год, что для вас было хорошего? Ну, в силу того, что, еще раз говорю, была большая выборная компания, она оставила такие яркие впечатления, неизгладимые, конечно. Ну, просто горите на работе. Да, неизгладимые впечатления были, очень, еще раз говорю, сложная компания, тяжелая. Она вот таким большим осталась пятном в моей памяти. Ну, если говорить о хороших каких-то моментах, ну, совсем таких семейных и теплых, у меня пропадала моя собачка, и она вот буквально несколько дней назад нашлась. Наша семья вся рада, то есть такое событие тоже произошло, очень радостное в нашей жизни, в жизни нашей семьи. К этому рад. Если говорить о годе предстоящем, то вот мы поговорили, вы лишний раз доказали то, что удача сопутствует с нами, она здесь с нами, в Оренбурге. Что ожидать в новом году, на что настраиваться? Ну, опять-таки, давайте, коль уж мы начали затронуть выбранную тематику, 16-й год такой же будет сложный. Теперь уже выборы депутатов законодательного собрания, выборов депутатов в Государственную Думу. Это, опять-таки, самое важное и главное политическое событие. Если говорить о текущей работе, о том, что мы будем делать каждый день, наверное, будем бороться с кризисом экономическим, который, хотим мы или этого не хотим, в нашу жизнь очень активно сегодня врывается. Будем бороться с его последствиями, будем бороться с санкциями, будем бороться с той ситуацией, которая складывается сегодня внешнеполитической, не очень благоприятной для нашей страны. То есть делать все, чтобы последствия всех этих негативных событий, конечно же, сгладить. Я думаю, прикладывать усилия будут не только депутаты законодательного собрания, те депутаты, которые избраны в муниципальных образованиях, органы исполнительной власти. То есть всем миром мы будем пытаться изменить и сделать нашу жизнь гораздо лучше. Поэтому, я думаю, этому будет посвящен все наше время, вот в 16-м году. Ну и, конечно же, выбором хотим. Давайте сейчас дадим слово телезрителям. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь и ваши поздравления. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Это Ольга звонит. Очень приятно. Севастоплан Кашлинского района. Я хотела бы поздравить вашу передачу наступающему Новому году, пожелать вам всего наилучшего, успехов вам и благополучия. Еще хотела бы поздравить своих детей, вот, дочь, это, зятя, детей, внуков, то есть, и сына со снахой, вот. Их тоже пожелать им здоровья крепкого, счастья, любви и всего-всего наилучшего в жизни, и мирного неба, и солнечных дней. Спасибо вам большое. И давайте следующий звонок сразу тоже. Здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, и ваши поздравления. Здравствуйте. Меня зовут Борис, я звоню из Оренбурга. Я бы хотел поздравить с Новым годом свою жену Елену, она сегодня очень красивая. И, конечно же, в первую очередь я бы хотел поздравить своего сына Бориса. Он в театре «Щелкунчик», у них вчера была премьера. Я его хочу поздравить с этим великим событием в его жизни. Я хочу также поздравить Аллу Яковлевну Строилову и нашего педагога Людмилу Викторовну. И, конечно же, я хочу всех телезрителей пригласить на спектакль, потому что это совершенно волшебное действие. Мне лично очень понравилось, я уверен, тем, кто придет туда, тоже очень понравится. Спасибо большое. Ну, Коля, у нас такая череда поздравлений. Игорь Николаевич, ну теперь поздравления от вас. Я бы хотел поздравить прежде всего ваш творческий коллектив от имени Деда Мороза Единоросова. Есть такой у нас несказочный персонаж. Это можно говорить. Это не попадает в закон о политических процессах. Он у нас, скажем, живет в нашей области уже достаточно долго, более 4 лет. Мы дарим подарки детям. И сегодня, пользуясь случаем, хотим сделать подарок вашему творческому коллективу. Помимо Нового года еще одно важное событие грядет. 25 лет исполнится, исполнилось уже вашему каналу. Поэтому я бы хотел пожелать творческих успехов, интересных репортажей. Ну и чтобы аудитория людей, которые смотрят ваш канал, она от года в год росла. Ну это все зависит от того, какие законы вы будете принимать. Спасибо большое. Мы будем стараться принимать справедливые законы. То есть если продолжительность жизни будет расти, то и аудитория телеканала РТ «Планета», которая вещает на всю область, тоже будет расти. Спасибо вам большое. Ну а мы сейчас передадим слово, как мне сообщает наш режиссер, сейчас с нами на прямой линии первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин. Сергей Викторович, расскажите, чем для области запомнился этот год, что хорошего было сделано и к чему готовится в новом году? Уходящий год знаменательным многими такими хорошими событиями. Если говорить про наше хозяйство и экономику Оренбургской области, прежде всего я хотел сказать, что селяне в этом году, несмотря на сложные погодные условия, сработали достойно. Намолочено более 2 миллионов тонн зерна. Задача стояла сохранить поголовье крупнорогатого скота. Продолжали работать все те инвестиционные проекты по развитию начинающих фермеров, по развитию малых форм хозяйствения, по готовилосправительной документации на строительство откормоплощадок, молочных ферм, семичастительных комплексов. И реализация их будет уже в 2016 году. Еще в сельском хозяйстве нужно отметить, конечно же, важное событие. Пуск Сорочинского маслотравционного завода. Производительность 1200 тонн в сутки. Хочу сказать, что из новой продукции и после запуска торжественного завода уже переработано более 100 тысяч тонн, и предприятие наращивает свои объемы, и работает практически на полную мощность сейчас. В этом году неплохо поработали строители, и до конца года будет сдано более миллиона квадратных метров жилья. Работаем по программам ремонта МКД, по переселению из аварийного ветхого жилья. В этом году хорошими темпами продолжала работать программа по строительству и ремонту детских садов, и увеличилось количество мест, и практически решен вопрос по очереди в детские сады. И в этом году область впервые участвовала в программе ремонта спортивных залов, и отремонтировано 36 залов в 21-м муниципальном образовании Оренбургской области, и активно эта работа будет учитываться в следующем году. Ничего, конечно, хотелось бы сказать о том, что по инвестиционным проектам приятно то, что область является инициатором по строительству солнечной электростанции. Это Переволодск и Орская, самая крупная сейчас она в Российской Федерации. Это ввод предприятия Волма. Это вот те события, которые были важными в этом уходящем 2015 году. Если говорить о задачах на 2016 год, их задач много. Прежде всего, это развитие экономики Оренбургской области. Задача, которую поставил президент Российской Федерации, губернатор Оренбургской области, Александр Берг, это задача, прежде всего, на развитие экономики, на увеличение валового продукта, на то, что необходимо будет и дальше проводить инвестиции, не только за счет федерального областного бюджета, на счет привлечения частного капитала, в развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства. И на это будут направлены решения многих задач. И в том числе мы сейчас входим в очень большую федеральную программу по ремонту и строительству школ. Федеральная программа, которая будет действовать в 2016 году, продолжится работать программа по ремонту сельских спортивных залов. Работы впереди очень много. И главная задача еще раз сделать так, чтобы экономика области развивалась, чтобы росло было состояние оренбуржцев. Уважаемые оренбуржцы, в преддверии нового 2016 года, позвольте поздравить вас с наступающим годом, благодарить всех за труд, за все, что сделано в развитии нашей родной Оренбургской области, пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, достатка семейного. Сейчас и россиян, и оренбуржцев нас становится больше, это продолжает нас радовать, поэтому хотелось бы, чтобы и новогодние праздники, и в последующем 2016 год был очень удачным. И еще отдельно хотелось бы сказать, что наша дважды орденовосная область получала ордена в 1956 году, во время поднятия соцелены, и в 1968 году, когда получены были рекордные урожаи зерна. Так вот, это были годы обезьяны. Я очень надеюсь, что 2016 год, год обезьяны, будет очень удачным для нашей аграрной области, в плане того, что будут получены достойные урожаи, которые помогут безбедно существовать нашим сегоспредприятиям. С Новым годом, здоровья, счастья, благополучия. Спасибо, Сергей Викторович, и хотелось бы принять телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь и ваше поздравление. Здравствуйте, я Чкунов, Любовь Николаевна, с города Оренбурга. Хочу поздравить вашу передачу ОРТ Планета с наступающим праздником. Здоровья вам, богатства, благополучия, чтобы было много прекрасных передач. Также я хочу поздравить мужчин, чернопольцев, которые были призваны от военкомата на ликвидацию последствий аварии. Пожелать им здоровья, благополучия их семьям. Также хочу поздравить свою дочку, зятя, двух внучек и своих любимых соседей с дружбой 10 и с дружбой 8. Всем здоровья, благополучия, полная чаша добра в их семьях. Спасибо за внимание. Спасибо. Вас также с наступающим Новым годом. Не часто своих соседей поздравляют, согласитесь, да, со мной. Представлю нашего гостя Александра Васильевича Богомолов. Мы вас называем так, главный синоптик в области. Мы его так называем по-простому. Александр Васильевич, ну правда, расскажите. Небесная канцелярия у нас на самом деле разгулялась. Что будет с новогодней погодой? Ждать ли, придет ли Новый год, будет ли мороз, будет ли зима? Ну, вы знаете, мы над этим вопросом, в общем-то, работаем вплотную. Уже сделали некоторые выводы. Знаем, что зима придет, что будет мороз, что будет снег. Единственное, что у нас не до конца отработан тот вопрос, что когда это будет. Ну, это, наверное, вопрос, где до мороза. Вот, да, но это где до мороза. Ну, понимаете, в этом году Северная Атлантика санкции сделала на погоду. Не дает мороза нам. Выпускает новые и новые циклоны. Идут они по нашей России. Ну, там, в европейской территории, в самом центре, там вообще, видите, летняя погода. Ну, утрированно говоря. Но у нас тоже, видите, плюсы. Но все-таки. Обычно бывает 3-5 таких циклонов проходит неделька, ну, полторы недели. В этом году, как видите, практически весь месяц у нас такой теплый. Да, были небольшие перерывы. Вроде бы вот-вот-вот-вот. Вот, а потом снова раз, выходит циклон, и все. Ну, судя по тому, что сейчас творится в атмосфере, надо предполагать, что все-таки атмосферное давление начнет расти. Все-таки евроазиатский континент у нас постепенно стынет. И там появится мощный антициклон, то есть сибирский максимум. Ну, примерно вот это вот атмосферное давление начнет так значительно расти. Где-то, ну, к концу как раз этого года, ну, с 29-30 числа. То есть можно сказать, что в новогоднюю ночь будет комфортная для нас погода. Такая настоящая снежная, но не сильно морозная. Ну, это я еще не сказал, что будет комфортно. Но вы над этим работаете. Работаем мы над этим, да. Все-таки атмосферное давление подрастет, и осадки прекратятся. Как только раздорвет небо, ночные часы начнется сильное выхолаживание. И, к сожалению, я думаю, что вот в новогоднюю ночь будет, в общем-то, морозно, но слишком морозно, понимаете? Ну, а снег? Снег останется? Ну, снег, конечно, останется. Снег будет прекращаться потихонечку, будет очень мало снега попадать. Обычно это западная периферия антициклона, когда много звезд ночью, луна, а в дневные часы много солнца. Но в то же время сейчас у нас очень короткий день, очень длинная ночь, поэтому сильное выхолаживание. За счет этого, значит, у нас появится какая погода? Ну, переменная облачность, без осадков, как я уже сказал. Ветер будет небольшой, особенно не сильный, особенно в ночные часы. Дневные часы переменных направлений, умеренные такое. И температуры, главное, температуры будут составлять, ну, на западе области еще приемлемые, там где-то 15-20 градусов. А на востоке области до 25, и вполне есть вероятность того, что 30 градусов на отметку мы перейдем. Ну, давайте позовем нашу новогоднюю удачу, чтобы все-таки в новогоднюю ночь была очень хорошая погода, красивая, по-настоящему сказочная. И вот новогодняя удача, тебе слово. Субтитры создавал DimaTorzok Люди так не похожи, разные их пути. Но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди. Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, поднимая взгляд в небеса, слышим их голоса. Это люди вновь и вновь ищут на земле любовь. Нас милионы, это люди вновь и вновь. Ищут на земле любовь. Нас милионы. Не один, не один. Не один, не один. Не один. Нас милионы. Нас милионы. Нас милионы. Нас милионы. Я поздравляю всю Оренбургскую область с наступающим Новым годом. К тем словам, поздравлениям, которые прозвучали сегодня в нашей студии, я хочу добавить еще одно. Любви. Любви к детям, любви в семье, любви к работе, чтобы всегда и всюду с вами шла рука в руку не только птицы нашей новогодней удачи, но и любовь. И спасибо всем гостям, которые присоединились сегодня к нашему праздничному эфиру, согласились на эту авантюру. Так что 3, 4, с Новым годом!